Рад вас приветствовать, друзья мои, из самого ромовой бара Петербурга Сен-Мартен. С вами Виталий Колпин, и это пятый выпуск рубрики BarSkills в рамках Bartender School by Bacardi Martini. Сегодня я бы хотел продолжить тему с джиггерами и разобрать еще пару движений. Для начала вспомним движение, которое мы делали в прошлом выпуске. Это было у нас такое вращение вокруг пальца. Вращение вокруг пальца. Сегодня мы продолжим это движение, но сделаем двойное вращение вокруг пальца. Изначально это движение выглядит не самым понятным, но, в общем-то, если разобраться в деталях, то все станет очевидным и ясным. Итак, разберем движение. Первое, что у нас идет, опять же, начинаем всегда с хвата. Здесь опять берем пальцами большим и указателем, либо большим и средним. Вот. Дальше. Помогаем себе, подталкиваем пальчиками и движением руки. Вращаем джиггер вокруг пальца. Значит, вращаем джиггер вокруг пальца. Джиггер приходит в такую позицию. Что происходит дальше? Здесь мы проворачиваем джиггер сквозь пальцы. Проворачиваем сквозь пальцы. И снова делаем то же самое движение. Опять джиггер падает сквозь пальцы. И опять делаем движение через палец. Опять сквозь пальцы и через большой палец. Таким образом зацикливаем движение. Здесь можно вращать сколько угодно, пока рука не устанет. Значит, давайте разберем еще пару деталей. Когда мы вращаем джиггер вокруг пальца, джиггер получается не просто перескакивает, перепрыгивает, а он таким образом перекатывается вокруг пальца и приходит он в такое положение. Очень хорошо будет, когда будет приходить такое положение. Чем ниже, в данном случае получается, чем ниже, тем лучше. Если на серединке, ничего страшного, можно будет другим пальцем помочь. Но в целом, чем ниже, тем лучше. Дальше. Здесь мы мизинцем, безымянным, средним пальцем помогаем. Если что, если он у нас, допустим, таким образом пришел, то мы помогаем просто перехватиться чуть-чуть, подвинуть его так, чтобы он у нас легко упал вниз. Дальше. И снова через палец. Здесь опять приняли, например, можно мизинцем помогать, контролировать, чтобы джиггер далеко не уходил. У нас далеко вниз не уходил. Да, помогать. Опять снова упал. Таким образом получается раз, два, раз, два. Еще один момент есть. Когда мы перебросили через палец, здесь чуть-чуть кисть можно вращать, чуть-чуть буквально, с таким легким движением, чтобы джиггер падал вперед. Не вбок, а вперед. Таким образом у нас движение будет продолжаться. Не будет ломаться, не будет таким ломаным угловатым. Да, будет продолжаться, как единое целое. Получается, выглядит это примерно таким образом. Здесь можно зациклить это движение, как раз использовать как тренировочное. И получается, джиггер двигается как по кругу. Делаем на левой руке, если вы правша и наливаете правой. Делаем на правой руке, если вы левша и наливаете левой. Давайте подробно разберем, как это движение выглядит в баре. Допустим, джиггер у вас стоит в такой позиции. Взялись. Пришел. Здесь можно, опять же, перехватиться потом в пальцы, как вы обычно наливаете, как вам удобно. Это можно сгладить движением руки и начать налив делать. И еще одно движение хочу с вами разобрать. Это бросок через палец. Здесь мы знаем, что мы можем использовать, допустим, набрасывать себе на руку джиггера. Самое простое, наверное, что можно делать без вращений. Здесь мы будем кидать вовнутрь. То есть, получается, помните, наше движение через палец. Здесь движение то же самое. Единственное, что мы будем джиггер выбрасывать и сразу перехватываться на такой хват. Переходить на такой хват. Что здесь происходит? Джиггер вращается на полтора оборота. Дальше. Не пытаемся никуда поймать руку, никуда не дергаем ее. Рука стоит, ждет. Получается, выбрасываем вверх. Выбрасываем вверх. Открываем ладонь. Получается, открываем два этих пальца. И джиггер приземляется сюда. Изначально будет рефлекторно пытаться рука хватать его. Как-то постарайтесь все-таки подождать, пока он сам упадет. Таким образом будет гораздо безопаснее для вас и для тех, кто сидит напротив. Важный момент еще. Когда мы делаем выброс джиггера, старайтесь направлять, мысленно направлять его вверх. То есть, не на себя, а именно вверх. Старайтесь направлять вверх. Можно рукой чуть-чуть помогать еще. Рукой помогать. То есть, таким движением. Не только кисть. Кисть у нас вращает джиггер, а рука помогает ему выйти вверх. И мысленно направляйте эту часть именно вверх. То есть, не на себя, не в какую-то другую сторону, а именно вверх. Это движение может быть как готовым движением в баре. То есть, выбросили, налили. Также это может быть и продолжением движения, которое мы делали в прошлом выпуске. Искренне верю, что у вас все получилось. Помните, да, это движение? Теперь соединяем его. Раз и два. Соединяем. Получается такое движение. Джиггер, допустим, стоит у нас на спилстопе. Взяли. Готово. В принципе, здесь мы соединили две части, которые уже изучали. В общем-то, и я надеюсь, что не должно возникнуть никаких вопросов по поводу того, как его делать. Я думаю, что вы уже догадались, что, опять же, наше первое движение можно продолжить тем движением, которое мы сегодня с вами делали. Это вот этим вот. То есть, соедините его. Раз, два, три. Получается такой. Дальше. И можно также его продолжить. И уже получается такая мини-связка, которую, в общем-то, можно, отточив, можно использовать и в баре. То же самое можно делать и правой рукой, допустим. Сегодня хватит. Я надеюсь, все понятно и доступно. Если есть какие-то еще вопросы, пишите всегда в комментариях. Прошу вас, делитесь своими мнениями, что получилось, что не получилось. Может быть, что-то еще нужно еще раз объяснить, разжевать. Поэтому не стесняйтесь, пишите позитива вам и хорошего настроения для тренировок. До встречи в следующем выпуске.